Несколько лет назад, во время перелета в Перу, я сидел рядом с человеком, который называл себя атеистом. Он спросил, почему я верю в Бога? В ходе последующей за этим беседы, я сказал ему, что верю в Бога, потому что Джозеф Смит видел его, и добавил, что мое знание о Боге пришло через личный и реальный духовный опыт. Я поделился своим убеждением о том, что все сущее указывает на то, что Бог есть. И он спросил, откуда, по его мнению, появилась Земля, оазис жизни посреди космического вакуума. Собеседник ответил, что на отрезке бесконечности такой случайный процесс мог произойти. Тогда я объяснил, насколько маловероятно, чтобы из такого случайного процесса могло произойти такое великолепие и порядок. Он замолк на какое-то время, а затем добродушно сказал, на это мне нечего ответить. Я спросил его, будет ли он готов прочитать книгу Мормона. Он сказал, что будет, так что я направил ему один экземпляр. Годы спустя я завел еще одного нового друга уже в аэропорту в Лагосе, Нигерия. Мы познакомились, когда он проверял мой паспорт. Я спросил о его регелиозных убеждениях, и он рассказал о своей крепкой вере в Бога. Я поделился радостью и красотой восстановленную Евангелие Иисуса Христа и поинтересовался, не хочет ли он узнать больше от миссионеров. Он согласился. В дальнейшем его обучали, и он крестился. Год или два спустя, идя по аэропорту в Либерии, я услышал, как кто-то зовет меня по имени. Обернувшись, я увидел, как в мою сторону с широкой улыбкой идет тот самый молодой человек. Мы радостно обменились, и он рассказал мне, что активен в церкви и работает с миссионерами, обучающими его девушку. Не знаю, читал ли мой друг атеист книгу Мормона, или присоединился он к церкви. Но мой второй друг все это сделал. В отношении обоих моя обязанность, моя возможность была одинаковой держать свет Евангелия высоко, то есть любить, делиться и приглашать каждого из них, естественно и непринужденно. Когда мы делимся Евангелием, это приносит радость и надежду. Мы с вами знаем, что до прихода на землю мы жили как дети наших небесных родителей, и что земля была сотворена, чтобы у каждого человека была возможность получить тело и опыт, учиться и расти с целью обретения вечной жизни, жизни Бога. Небесный Отец знал, что на земле мы будем страдать и грешить, и потому послал Своего Сына, чьи беспримерная жизнь и бесконечная искупительная жертва дают нам возможность получить прощение и исцелиться. Знание об этих истинах меняет жизнь. Когда человек узнает о чудесном смысле жизни, приходит к пониманию того, что Христос прощает и спасает тех, кто следует за Ним, а затем принимает решение последовать за Христом в водокрещении, жизнь мельняется к лучшему, даже когда этого не происходит с жизненными обстоятельствами. Излучающее счастье сестра, с которой я познакомился в Анитше, Нигерия, сказала мне, что с того времени, как она узнала о Евангелии и крестилась, у меня все хорошо. Я счастлива, я на небесах. Когда мы делимся Евангелием, это зажигает огонь радости и надежды, как в душе дающего, так и в душе получающего. Поистине, как велика будет ваша радость, когда вы будете делиться Евангелием. Когда мы делимся Евангелием, это умножает нашу радость и умножает нашу надежду. Когда мы делимся Евангелием, это приносит силу Божью в нашу жизнь. Когда мы крестились, каждый из нас вступил с Богом в вечный завет служить Ему и соблюдать Его заповеди, в рамках которого мы также должны всегда, везде и во всех обстоятельствах быть Его свидетелями. Когда мы пребываем в Нем, соблюдая этот завет, в нашу жизнь благодаря Христу входит живительная, укрепляющая, освежающая сила Божественности, подобно тому, как ветвь получает питание от лозы. Когда мы делимся Евангелием, это защищает нас от искушений. Господь заповедует, держите свет ваш высоко, дабы он мог светить миру. Вот, я свет, который вы будете держать высоко. То, что, как вы видели, я делал. Я повелел вам прийти ко мне, дабы вы осизали и увидели. Именно так и вы делаете миру. И всякий, кто нарушает эту заповедь, позволяет себе быть введенным в искушение. Если мы принимаем решение не держать свет Евангелия высоко, то уходим в тень, где будем подвержены искушениям. Что важно, верное и обратное. Если мы принимаем решение не держать свет Евангелия высоко, то становимся ближе к этому свету и к той защите, которую он обеспечивает против искушений. Какое же это великое благословение! Когда мы делимся Евангелием, это приносит исцеление. Сестра Тиффани Мейлон приняла приглашение поддержать миссионеров, несмотря на серьезные личные трудности, среди которых были вопросы, связанные с верой. Совместное с ними служение помогло ей обновить веру и ощущение благополучия. Говоря ее собственными словами, миссионерская работа очень целительна. Радость, надежда, укрепляющая сила от Бога, защита от искушений, исцеление. Все это, и даже гораздо большее, включая прощение грехов, изливается в нашу жизнь, как благословение с небес, когда мы делимся Евангелием. Теперь про нашу великую возможность. Братья и сестры, есть многие среди всех групп, сект и религиозных течений, которые отстранены от правды только из-за того, что не знают, где найти ее. На протяжении всей человеческой истории потребность в том, чтобы держать свет наш высоко, никогда не была так велика, а истина никогда не была так доступна, будь то в интернете, при личной встрече или посредством социальных сетей. Джимми Тон, выросший в буддизме, был впечатлен семьей, которая рассказывала о своей жизни на YouTube. Узнав, что они являются членами Церкви Иисуса Христа Святых последних дней, он начал изучать Евангелие в интернете, читать книгу Мормона в приложении, а затем, пройдя миссионерские уроки во время учебы в университете, крестился. Сейчас старейшина Тон сам служит в качестве миссионера полного дня. Он и другие миссионеры по всему миру, говоря словами президента Рассела Нельсона, является батальоном Господа. Эти миссионеры идут вразрез с мировым трендом. Когда вопросы показывают, что наше поколение Зи отворачивается от Бога, наши юные воины, старейшины и сестры обращают людей к Богу, и все большее число членов Церкви объединяются с миссионерами, делясь Евангелием и помогая множеству наших друзей приходить ко Христу и в Его Церковь. За те 10 дней, когда в Либерии не было миссионеров полного дня, наши дорогие прихожане в этой стране помогли более 500 своим друзьям войти в водокрещение. Когда один из наших замечательных президентов Кольев в Либерии услышал, что миссионеры полного дня могут вернуться, он сказал, «Отлично! Теперь они смогут помогать нам в нашей работе». Он прав. Собирание Израиля – величайшее дело на земле. Это действительно наше, связанное с заветом обязанность. И это наше время. Мое сегодняшнее приглашение довольно просто. Делитесь Евангелием. Будьте собой и держите свет ваш высоко. При этом молитесь о помощи небес и следуйте духовным побуждениям. Любите Бога всем сердцем и ближних своих, как самих себя. Рассказывайте о своей жизни естественно и непринужденно и приглашайте других людей прийти и увидеть, прийти и помочь, прийти и приобщиться. И радуйтесь тому, что вы те, кто вам дорог. Получайте обещанные благословения. Я знаю, что во Христе эти вести великой радости проповедуются кротким. Во Христе сокрушенный сердцем исцеляется. Во Христе пленным проповедуется освобождение. И во Христе, только в Христе, горюющим вместо пепла дается украшение. Отсюда и великая потребность открыть это всем. Я свидетельствую о том, что Иисус Христос есть начальник и совершитель нашей веры. Он совершит. Он дополнит проявляемую нам веру, какой бы несовершенной она ни была, в том, чтобы держать высоко свет Евангелия. Он будет творить чудеса, как в нашей жизни, так и в жизни всех, кого Он собирает. Ибо Он – Бог чудес. Во имя свершителя чудес Иисуса Христа. Аминь. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok